Продолжение следует... Словам продавщиц, не знаю насчет вес ли хлеб или только определенный, некоторые из них как бы готовят в печи на настоящих дровах. Уж не знаю, где там печь находится или именно из Брейта воно это все привозится, но там в принципе можно купить и консерву какую-нибудь мясную, и чай, даже молочный улун, 200 рублей карцепачка стоит. Еще там был шикарный сахар, и в принципе за этим же мы туда и шли, но его распродали на тот момент. Знаете, такой был сахар раньше кусочками такой крепкий, не знаю, в моем очень раннем детстве я его еще застала, который кололи специально, и вот он не рафинад, который очень быстро растворялся, а вот такой вот долгоиграющий сахар. Вот мы сегодня с подругой заходили, и там в принципе есть такие два столика слева по борту, и четыре стульчика, как кажется, у каждого столика вообще очень красиво все оформлено, вы в принципе это увидите все, я немножко засняла. И вот мы заказали с ней я капучино, она латте, в принципе все это недорого, стаканчик капучино стоит, ну где-то 200 мл, мне кажется, 80 рублей, пирожки тоже такие всякие разнообразные, недорогие, брала себе плюшку, такая витушка с маком, вообще очень много мака, очень вкусное ощущение, вот будто вы едите пирожки, вот дома какой-нибудь бабушкой сделаны, вашей бабушкой, вашей тетей, там мамой, или ваши самопальные пирожки. И мы вдвоем посидели вот чисто попить кофе с булочкой, где-то около 200-240 как-то так рублей на двоих. Ну и я в принципе приглашаю вас к коротенькому просмотр. Если будете у нас в городе, то конечно я вам советую в эту кофейню зайти, или хотя бы просто затариться, там всякие шоколадки еще есть, даже соломка такая по типу японских палочек, поки. Ну в общем пока!